Я рада вас приветствовать. Сегодня у нас такой интересный, с моей точки зрения, семинар. Это разбор ваших ошибок. Собственно, вы сделали описание проектов. Как мы и обещали, подробно были разобраны первые проекты, которые пришли. Первые 15 проектов я смотрела очень подробно и на их основе делала перечень типовых ошибок, которые вы сделали. Соответственно, эти 15 проектов я откомментирую подробно. Но в этом смысле вы можете не беспокоиться, потому что на самом деле все ошибки, которые вы делаете при написании проектов, они типовые. Поэтому внимательно смотрите на описание ошибок других и проверяйте, есть ли они у вас. Вероятность очень большая, что вы именно такие ошибки у себя найдете. Если останутся какие-то вопросы, конечно, я отвечу в конце. То есть пишите во вкладку «Вопросы», и я буду отвечать. Ну, давайте немножко вспомним, чем мы вообще с вами занимаемся перед тем, как перейти к ошибкам. Итак, мы с вами занимались описанием социального проекта, как вы помните, да? Итак, мы описывали не вашу деятельность вообще по социальному служению, а именно какой-то конкретный проект по одному или двум направлениям, которые вы выбрали. И, соответственно, с определенными ограничениями в виде сроков, которые были поставлены, да? Вот у нас были с вами такие обязательные условия. Почему я сейчас эти вещи напоминаю, такие, такого общего характера? Потому что и на эту тему были ошибки. Сейчас позже расскажу, какие именно. Итак, это было описание проекта с конечными сроками по одному или двум направлениям деятельности, не более того. Дальше. Мы с вами говорили о том, что мы можем себя проверить. Я давала вам критерии описания так называемых хороших проектов. Что это такое? Это социальная значимость, это когда вы доказали актуальность проекта, проблематику целевой группы. Детальная проработанность, когда все прописано подробно и не возникает никаких вопросов у человека, который читает проект первый раз. То есть ему все понятно, как вы что будете делать. Соответствие проекта целевым задачам конкурса, ну, в данном случае не конкурса, а тех условий, которые вам были поставлены, да? Это определенное направление деятельности, сроки и так далее. Достижимость результатов проекта. То есть мы должны вам поверить. То есть вы должны таким образом изложить проект, чтобы было понятно, что вы достигнете этих результатов действительно, что это реально. Значит, реалистичность и оправданность представленной сметы. Ну, имейте в виду, что вы представили бюджет и вы понимаете, откуда вы возьмете деньги или какие-то другие ресурсы материальные на реализацию вашего проекта. Ну, дальнейшие все условия, они, значит, желательные, но не обязательные, да? Наличие какого-то дополнительного финансирования у вас, то есть это какие-то спонсоры, которые у вас есть, благотворители. Наличие позитивного опыта реализации проекта. Очень хорошо, если вы это описали, да, то, что у вас есть. Некоторые, правда, этим злоупотребили, хочу сказать. Дальше. Привлечение добровольного бесплатного труда волонтеров. Тоже хорошо, если вы описываете, что у вас будут волонтеры, сколько их будет и так далее. Ну и так далее, да, то есть все основные я сейчас назвала вам. Итак, это основные критерии, по которым можно в том числе проверять себя, да? Правильно я все сделал. Дальше. И основной еще фокус внимания, о котором мы с вами говорили, что у нас с вами есть основные так называемые блоки проекта, да, которые мы проходили с вами, проговаривали, каким образом они взаимосвязаны друг с другом. Это такие блоки, как сначала описание проблематики целевой группы, да, потом цели и задачи проекта, мероприятия в рамках проекта, бюджет и полученные результаты. Все эти основные разделы должны быть четко между собой увязаны. И как бы один вытекает из другого и приводит к третьему. То есть тут должна быть четкая совершенно последовательность. Опять же, к чему говорю, потому что не во всех проектах это было. Итак, что здесь было важно, что проблема у нас сформулирована под целевую группу, под определенную, да? То есть мы описываем с вами целевую группу, описываем ее проблемы, те, которые мы собираемся решать в рамках проекта. Четко выделена целевая группа. Значит, цели и задачи логически вытекают из проблемного поля. Раз вы описали какую-то проблему, значит, вы поставили с целью решить эту проблему, да? И задача фактически это за счет чего будет решена, достигнута эта цель. Результаты должны показывать достижение этих задач и целей. То есть раз вы поставили цель, в результате должно быть написано, что цель достигнута. Вы поставили задачи, в результатах написано, что задачи выполнены. Результаты должны показать, насколько по окончании проекта изменилась та ситуация, которая была описана в разделе «Кому и для чего нужен проект» фактически, да? То есть вы описали некую не очень хорошую ситуацию, проблемную, и вот в конце проекта ситуация изменилась, да? Все стало лучше, вот, по каким-то определенным параметрам. Рабочий план мероприятий отображает достижение задач, то есть, соответственно, все мероприятия у вас сформированы под задачи, под определенные, да? Дальше. Четкие мероприятия, которые связаны с результатами. То есть понятно, что за счет перечисленных мероприятий вы сможете достигнуть этих результатов. Это тоже должно быть понятно. Что еще? Значит, бюджет соответствует описательной части заявки. Почему это важно? Потому что иногда в бюджете обнаруживаются вещи, о которых вы вообще не говорили в процессе заявки. И такие ошибки тоже были. Приведу потом к примеру. Комментарии бюджета снимают все вопросы относительно стоимости и необходимости. Но имейте в виду, что когда вы прописываете, что вам необходимо в бюджете, вы поясняете, для чего это нужно, чему и зачем, чтобы это было однозначно понятно. И бюджет показывает, что запланированные результаты эффективны. Но это в меньшей степени к вам относится. Это в большей степени относится к тем проектам, когда реально расписываются какие-то затраты, которые, например, вы просите у грантодателя, финансовые средства, когда вы пишете заявку, например, на грант, или когда вы просите деньги у спонсора. То что значит эффективность? Это значит, что деньги, которые нужны вам на достижение этой цели, реально будут использованы эффективно. То есть иногда бывает так, что, по-моему, говорю вам уже об этом, что проще эти деньги, которые запланированы на реализацию проекта, просто раздать для целевой группы. И получится эффективнее. Вот ваш проект должен быть сформулирован таким образом, чтобы таких сравнений не возникало, как бы отрицательных. Должно быть понятно, что за эти деньги эти благополучатели не смогут сделать того, что вы им сделали в рамках проекта за счет тех средств, которые собрали. Так, ну и перейдем, собственно, к ошибкам, которые вы сделали. Значит, как я уже говорила, были проанализированы первые 15 проектов, которые к нам пришли. Значит, что я хотела сказать. Давайте, смотрите, были ошибки конкретные по разделам, да, мы с вами по ним пройдемся, а были ошибки такого системного характера, глобальные. А что значит глобальная ошибка? Это значит, что все ваше описание проекта, оно вообще под вопросом. То есть проект надо фактически переделывать с нуля. Ну, что это такое? Значит, такая достаточно распространенная ошибка, когда вы не обращаете внимания на формулировку вопроса, либо вообще в целом на задание, которое вам дали. Очень интересная ошибка. То есть фактически, к чему я возвращалась к тому, что вам было дано совершенно конкретное задание. Задание описать, выбрать одно или два направления деятельности, значит, описать проект по той форме, которая была вам предложена. Что мы в результате получили у нескольких человек? Значит, в одном случае это проект, я вот сразу, простите меня, я буду просто фамилию называть, без имени-отчества, просто для ускорения процесса, ладно? Потому что, значит, все хотели бы послушать, я думаю, про свои проекты. Значит, поэтому, прошу прощения, буду чисто фамилию называть. Значит, и так, по поводу общих системных ошибок. Ну, как примеры, да, это Кушкина и Загиров. Значит, вот посмотрите, у Кушкиной в проекте, что было сделано, какая ошибка? Была описана, в принципе, деятельность прихода. То есть, самая первая часть проекта, когда спрашивали, ну, какое направление вы выбрали для работы, да, вы собираетесь описать, были поставлены плюсики абсолютно на всех направлениях. И дальше идет описание, собственно, деятельности прихода. Вообще все подряд. Вот все, что есть на приходе, все описывается. При этом, там, по-моему, цели и задачи только для многодетных были описаны, в других разделах все подряд, и пожилые, и инвалиды, и многодетные, и что-то про бомжей немножко. Ну, вот про всех, про всех подряд. И, значит, это абсолютно некорректно. Почему? Потому что вы взяли и просто описали деятельность прихода. Вообще, чем вы занимаетесь? Причем вы рассказали о том, чем вы занимаетесь, там, с 2003 года, как вы в 2012 чем-то другим стали заниматься, и так далее, и так далее. Ну, проекта ничего никто у вас не спрашивал. Задача была описать проект по одному или двум видам деятельности с определенными сроками. Да, вот это сделано не было. Вам нужно полностью переписать проект. То есть выбрать, так как мы говорили, выбрать одно или два направления, и описать, что вы в рамках него сделаете за данный промежуток времени, каких результатов получите. Поэтому это такая системная ошибка. Не нужно описывать деятельность прихода целиком. Понятно, что у вас бывают праздники, а еще вы поздравляете там с именинами, а еще вы распределяете там продукты с канона, раздаете малым имущим, а еще вы делаете это, это, это. Да, ну, про это не нужно писать. Мы пишем проект по определенным направлениям деятельности. Так, поэтому это системная ошибка. Здесь нужно переписывать проект. Такая же системная ошибка есть у Загирова. Значит, проект описан не по той форме, которая была представлена. То есть в данном случае человек взял собственную форму описания и сделал ее. Но это не подходит, потому что была задана определенная форма, определенные сроки, определенные условия. Если вы делаете что-то, ну, такое абсолютно самостоятельное, то, к сожалению, это не может быть принято. Да, поэтому вот ваш проект, тот, который, сейчас скажу про что он у вас, про социальную трудовую гостиницу, вот он вообще в данном случае не может рассматриваться как описание проекта. Значит, дальше. И у вас был еще один проект, но он тоже при описании была изменена форма. Я потом дам к нему отдельные замечания, но вообще вы форму изменили, это некорректно. Вот это такого рода системные ошибки. Почему это важно? В данном случае очень было важно описывать именно так, как вам это предлагается, потому что задача какая? Помимо того, чтобы вы научились отвечать на те вопросы, они основные, которые были вам предложены. Нужно еще научиться соблюдать правила и требования, которые вам предъявляются при описании проектов. Это очень поможет потом, если вы захотите, например, подать заявку на грант. Там эта задача внимательно изучить требования, которые к вам предъявляются, и сделать четко в соответствии с ними, очень важная составляющая. Значит, поэтому я попрошу тогда вас, если вы будете этот проект подавать, его тоже нужно переписать. Дальше. Ну, вот смотрите про аннотацию. Значит, аннотация проекта, она, конечно, не у всех получилась. Вот. И что вы делали? Ну, в принципе, все, что угодно туда записывали. Почему я говорю, что не обращали внимания на формулировку вопроса? Мы все равно говорили, что краткая аннотация проекта, и это было написано. Это действительно краткое изложение проекта, и это, ну, так, в среднем одна-две фразы из каждого основного раздела. Основные фразы, которые вы соединяете в некий короткий рассказ про ваш проект. И когда читаешь это описание, ну, соответственно, вы коротко рассказываете суть проекта, в чем проблема, как вы собираетесь ее решить, какие будут достигнутые результаты, и там, за счет чего, кто будет задействован. Все это понятно. Ну, что вы делали? Вот просто вам как примеры, да? Значит, кто это сделал явно совершенно неправильно. Проект Удодово, значит, Удодово, целевая группа, извините, краткая аннотация проекта, ну, как пример вам, да, приведу. Декабрь, подготовка к празднованию Рождества. Январь, проведение рождественской елки. Марк, подготовка к празднованию Светового Христова Воскресения. Апрель, проведение Светового Христова Воскресения. Воскресения с показом спектакля. Все. Ну, то есть, это больше похоже на перечень мероприятий, но это никак не краткая аннотация. Вы здесь ничего не описали, ни, собственно говоря, ни для кого проект, ни в чем состоит проект, ни что вы собираетесь делать, ничего про результаты, ничего про этого нет. Перечень каких-то, ну, перечень праздников и каких-то подготовительных мероприятий. Больше ничего. Да? Так краткая аннотация не пишется. То же самое Лапаева. Значит, краткая аннотация проекта. Но она, я так могу сказать, что она, наоборот, сделана слишком подробно, но не четко. И самое главное, и главное там упущено. То есть, мы говорим о том, что это главные фразы из каждых разделов. Иногда вы слишком подробно там начинаете что-то описывать, например, подробно прямо год рождения подопечных, фамилия, имя, отчество, адрес их проживания и так далее и тому подобное. Но подробно про добровольцев, их фамилии, их образование и так далее. Это ничего не нужно в краткой аннотации проекта. Это нужно в других разделах соответствующих, где вы описываете там целевую группу или еще что-то. То есть, слишком подробно тоже не надо ее делать. Это как раз не тот раздел, это не раздел для подробностей. Ну, например, еще из того, что там не очень хорошо в описании, краткая аннотация, например, Крошкин. Я тоже вообще ничего не поняла за этой краткой аннотацией, например, вот так сформулировано. Формирование институциональных, организационно-управленческих, экономических условий для эффективного развития социального безбарьерного туризма в городе Москве. Дальше, там, содействие интеграции инвалидов общества, социальная адаптация, реабилитация. Ну, может быть, это имеется в виду цели и задачи проекта, но это совсем не краткая аннотация. То есть, этот раздел, он абсолютно, ну, нехорошо у вас прописан. Я тут вижу вопрос, есть ли проекты без ошибок? Нет. Я сразу могу сказать, что проекты без ошибок нет. Вообще, общая оценка, которую я бы поставила вот за эти 15 проектов, это где-то 3 с плюсом по описанию проекта. Да, то есть, есть проекты на четверку и ниже. То есть, ну, наверное, даже 4 с плюсом я бы никому не поставила. Но, на самом деле, в случае, если мы говорим о том, что это, с вашей стороны, первый опыт описания таких проектов, это абсолютно нормально, потому что описывать проекты очень тяжело, очень тяжело. Это вот, казалось бы, такая ерунда ответить на несколько вопросов, но это реально тяжело, этому надо учиться. И вот такой навык, он с первого раза никогда не, это не получается. Поэтому, ну, как бы результат у вас абсолютно нормальный, ничего такого страшного в этом нет. Дальше. Ну, какая еще типовая распространенная ошибка? Например, значит, проблематика не сформулирована, вместо этого ставятся задачи. Ну, это вот такая история, когда вы в проблематике рассказываете, что уже нужно сделать в рамках проекта. Причем, ну, конкретно проблему вы не описываете. Ну, допустим, вот, Ченева, пример привести. Вот Ионова, про кого еще не говорила. Ну, допустим, Ионова. Проблематика. Посетив семью Максимову и пообщавшись с ними, я поняла, что на сегодняшний день в этой семье есть одна большая проблема. Это проведение ремонта. Значит, проведение ремонта и покупка спальной мебели для детей. Значит, и в этом смысле, вот когда идут такого рода формулировки, да, то что значит, вы выявили проблему? Проблема проведения ремонта или проблема, значит, покупки спальной мебели – это не проблема. Вы, в принципе, не описали в своем проекте проблематику с точки зрения плохих жилищных условий, которые есть у данной семьи. Потом уже в вашем проекте дальше, в других разделах, понятно, что оказывается у них там на стенах грибок. И там нужно срочно стены там очищать от грибка, заклеивать новую обувь, что-то у них там еще есть, какие-то вещи. То есть при этом про спальные места вообще ничего не понятно, уже не описывается текущую ситуацию. То есть, а сейчас что спальных мест вообще нет или каким образом это организовано, да. Более того, вот в случае с вашим проектом, я сразу скажу, это тоже одна из системных таких ошибок с моей точки зрения, да. Вот тоже интересно, для всех остальных тоже будет. Когда вы предлагаете решение какой-то проблемы, немножко перескочило, но тем не менее расскажу вам, да. Вы должны понимать, что решение проблемы эффективно. Что это значит? Вот проект, значит, Ионова, да, Надежда Рауфовна, да. Ну, смотрите, она пишет про то, что есть многодетная семья, которая проживает в 18 квадратных метрах. Там четверо детей и мама, судя по всему, одиночка. Значит, вот Надежда Рауфовна не пишет об этом, но я так поняла уже из проекта, что, видимо, мать-одиночка. И ставится вопрос о том, что, чтобы повысить качество жизни этой семьи, надо сделать ремонт в этой комнате и купить туда двухъярусные кровати. Но при этом предполагается обращение к руководству города с тем, чтобы была оказана помощь и так далее. Но возникает сразу естественный вопрос. Если все равно будет обращение к руководству, с организацией помощи и так далее, то неправильнее было ли обратиться по поводу увеличения жилплощадь для этой семьи? Потому что, ну, конечно, вы сделаете им ремонт, но, в принципе, это глобально, их проблемы не решают. Потому что 18 квадратных метров для разновозрастных детей разного пола, которые должны там не только спать, но, вероятно, еще и делать уроки, это, безусловно, очень мало. И поэтому, если уж вы помогаете этой семье, обращаетесь к руководству, привлекаете предприятия, спонсоров, освещаете это в СМИ, у вас там такая большая история описана в проекте, совершенно непонятно, почему вы не обращаетесь с оказанием помощи этой семье по именно улучшению жилищных условий. При этом ситуация с этой точки зрения не описана. Может быть, она стоит в очереди, эта женщина, может быть, она уже через год получит новую квартиру. Ничего не понятно в проекте. Тем не менее, речь идет про ремонт. Согласитесь, если бы целевая группа была другая, ну, например, это была бы пожилая женщина, которая живет в комнате, и вот как раз у нее плохие условия, там, грибок на стенах, щели в окнах, проваливается пол и так далее. Вот вы это все описываете и говорите, что наша задача – повысить качество жизни этой женщины, да, помочь ей, то есть цель проекта. Соответственно, задача – это вот организовать проведение ремонта. Это понятно. Вы реально этой женщине улучшите условия проживания, ну, качество, да. А в данном случае это такой большой вопрос, что надо было делать в этом случае, если уж вы вовлекаете такие силы в этот проект. Может быть, надо было не ремонт делать, а попытаться добиться улучшения именно жилищных условий, да. Вот поэтому на это внимание обратите. Дальше, если мы говорим по неисформулированной проблематике, ну, у кого еще вот… У Додовой, да, тоже, я бы сказала, что проблематика сформулирована, вот смотрите вам пример, приведу. Проект – это кому и для чего нужен проект, да, где мы должны описать целевую группу и ее проблематику. Правда? Вот смотрите описание. Проект необходим для поддержки многодетных семей, для оказания милосердной помощи, чтобы подарить детям лучик тепла, улыбку, лепесточек надежды и веры в Божье чудо. Поняли ли вы из этого, какова проблема этих семей, вообще их сколько, кто это такие, какие у них там, сколько у них детей, и, соответственно, чем мы будем потом им помогать. Вот, то есть такое описание, оно тоже некорректно, да, значит, поэтому обратите внимание, что все-таки проблематика предполагает описание ситуации. Это некое описание вот какой-то плохой ситуации, которая существует на данный момент, каких-то проблем у тех людей, которым вы собираетесь помогать. Да, это обязательно, иначе вы не можете перейти к постановке цели, как только вы описали, что у них плохо, вот после этого сразу же можно поставить цель, да, то есть решить эту проблему, улучшить ситуацию, да. Пока вы этого не сделали, непонятно, с чем вы работаете в рамках проекта. Поэтому вот обратите на это внимание. Дальше, есть вот следующая проблема, это когда проблематика идет только общая, без ссылки на вашу конкретную территорию. Я такую ошибку встретила у Анисимова, ну, какого характера, на самом деле там проблематика хорошо описана, то есть речь идет о проблемах пьянского алкоголизма, да. Приведены цифры, про уровень смертности, значит, но при этом что конкретно происходит в Тюмени, в городе Тюмень, где мы предполагаем реализовать проект, там ситуация лучше, чем в целом по стране, хуже, чем в целом по стране, да, то есть ничего про это не сказано. А помимо общей проблематики, которую вы даете, что в принципе у нас в стране вот с алкоголезависимым и наркозависимым очень плохо, понятно, это хорошо, вы как бы обосновали. Но с другой стороны вы должны сказать, что у вас конкретно в вашей местности, вот где проживает ваша целевая группа, что у вас там творится с этим, потому что у вас может быть ситуация хуже, а может быть лучше. Мы же не знаем этого, правда, поэтому нужно это тоже описывать. Дальше. Вот я вас прошу не нервничать по поводу того, вошли вы или нет, да. Почему? Потому что вы... Мы фактически с вами проходим сейчас по всем разделам, и я привожу типовые ошибки. Проверяйте себя на наличие или отсутствие этих ошибок. Пожалуйста, сделайте сейчас вот такую самостоятельную работу, ладно? Если останутся после этого вопроса, я опять же говорю, я отвечу там или по почте потом, или сейчас, да, во время вебинара. Значит, вы видите, я с вами иду по блокам описания последовательно, да, сейчас мы по проблематике, перейдем к цельным задачам и так далее. Мы посмотрим, какие ошибки в каждом из разделов делаются. Поэтому вы не волнуйтесь по поводу там своих проектов, да. Дальше. Смотрите, в проблематике идет много цитат в ущерб описанию самой целевой группы и ее проблем. Вообще, некие цитаты или ссылки, они допустимы в описании проекта. И это очень даже неплохо. Но, значит, если вы, ну, даете какую-то цитату, ну, в принципе, достаточно одной. Если у вас там короткое описание проблематики, а если вы половину описания проблематики забили цитатами, при этом не доописали то, что нужно было доописать в рамках там каких-то количественных характеристик целевой группы или ее проблематики конкретной, то это плохо. Это играет вам в минус. Вот, например, у Карнатовской есть такая проблема. Там есть две цитаты. Причем цитаты хорошие. То есть я как бы здесь не про это, да, не про то, что не нужно совсем их делать. Просто их получился перебор. То есть у вас цитаты заняли половину описания проблематики. А при том, что вы не сказали, в общем-то, количество, допустим, человек, которым вы будете конкретно помогать, здесь не сказано. И проблематика подробно многодетных мам не описана. Ну, именно та, на которую направлен проект. Почему не описано, вы вкратце про это говорите, но, тем не менее, нет подробностей. И вот в эту крайность тоже не надо уходить. Вот эта крайность, в которой вы уходите по описанию вообще общей проблемы, какие-то цитаты, какая-то общая статистика, при этом мало уделяете время, места для описания непосредственно проблематики и целевой группы, которые есть. Значит, дальше. Вот мы с вами переходим к целеполаганию. Вот теперь про цели. По проблематику я вам рассказала, что у вас было из такого, из основного. Теперь про цели. Значит, я на этом отдельно останавливалась по поводу того, что цели в проекте должны быть реалистичные. Вот просто реалистичные. Что за это время, которое вы описываете, там, два-три месяца у вас будет биться проект, можно добиться тех целей, которые сформулированы у вас в проекте. Тем не менее, я встретила описание глобальных целей, которые были поставлены. Сейчас вот вам продемонстрирую, что это значит. Значит, это у нас работа Габиддиновой. Вот посмотрите, цель. Цель и задачи проекта. Ну, проект, как у всех, там на... Сейчас скажу, на раз, два, три, что ли, месяца, на четыре. Вот так, да? Цель. Цель нашей деятельности заключается в оцерковлении населения. Точка. Значит, цель – оцерковление населения. Мы при этом с вами сейчас, ну, не знаем, наверное, всего населения. Задачи проекта. Путем перемены отношения общества к церкви от негативного к доверительному показать истинное предназначение христианства в этом мире. Вот, как вы считаете, можно ли этих целей достичь за три месяца работы? При этом, понятно ли из этих целей задач, чему именно посвящен проект и что будет вообще конкретно делать? Вот я так поняла, что в рамках проекта предполагается, ну, выцерковлять население каким-то образом, да, и, значит, а как выцерковлять – изменять отношения от негативного к доверительному. Вот, но на самом деле, потом, когда там прочтешь уже проект, вообще не совсем про это, но просто сразу вам для примера для примера покажу результаты. Вот мы с вами говорим о том, что когда вы поставили цель, почему не надо ставить глобальную цель? Потому что вы цель поставили, у вас в результатах должно быть достижение этой цели. Давайте посмотрим, как в данном описании проекта это сделано. Итак, вы запомнили цель выцерковления населения. Результаты проекта. Социальный работник окончит вебинар и получит утверждающий документ. Непонятно, какой вебинар при этом. В проведении семинара соцработников в Болгачине обучатся 4 человека. Работа с пьющими родителями выйдут из-за социального образа жизни две семьи. Какое отношение эти результаты имеют к тем целям и задачам, которые поставлены в начале? Понимаете, вот вы связи даже не найдете. А вот такого быть не должно. То есть в данном случае цели и задачи проекта сформулированы некорректно. Дальше. Значит, что еще? В целях и задачах сформулированы результаты. Ну, это, например, у кого было? У Лапаевой. Что вы делаете при этом? Вы, например, сформулировали цели и задачи и в этом же разделе пишете, ну, как бы, что будет достигнута. Это по вопросу о том, что обращайте внимание на формулировку вопроса. Что именно вас спрашивают в этом разделе? В этом разделе вас спрашивают цели и задачи. Вас не спрашивают результаты. Поэтому на вопросы нужно отвечать четко. Дальше. Значит, ну, задачи, перепутанные с мероприятиями, это очень распространенная история. Очень у многих это есть. Ну, что это значит? Что когда вы перечисляете в задачах, что будет проведено там 14 встреч в приходском клубе трезвости, это вот проект Анисимова, проведено там 14 индивидуальных бесед, проведено 3 занятия с родственниками, провести 14 аккастов в Богородице и так далее. Это все уже конкретные мероприятия, которые будут проводиться в рамках проекта. А задачи – это более крупные вещи. То есть, если мы говорим о работе с алкогольцезависимыми, то вы в данном случае будете что заниматься, чем заниматься? Информированием их о вреде или там обучением по какой-то методике тому, как избавиться от зависимости. Ну, вот это и будет задача вашего проекта. Либо информирование, ну, посмотрите, что это корректнее, либо обучение, да, там, методикам, например, там, избавления от зависимости. А уже в рамках мероприятий вы расскажите подробно, что это будут индивидуальные занятия, групповые, какие-то беседы, там, еще что-то, то есть какое-то количество мероприятий, которые будут, да. А задача – это, собственно, ну, например, информирование о вреде, да, или обучение методикам, там, избавления от зависимости. Вот это очень распространенная ошибка. Не надо в задачах перечислять мероприятия. Потом, когда вы переходите к мероприятиям, вы начинаете там или перечислять то же самое, вот, или пытаться как-то выйти уже из этой ситуации, потому что вроде уже написали про это, зачем второй раз? Начинаете в каком-то другом виде про это писать. Ну, в общем, это не совсем корректная такая история, да. Дальше. Ну, задача перечислить мероприятиями. Еще вот было тяжело, а Паевой были такие же ошибки. Не буду больше на этом останавливаться, я думаю, это более-менее понятно. Дальше. Смотрите, в ответе на вопрос, каким образом будет реализован проект. Вы даете какие-то общие слова, ну, рассуждения о том, что мы будем напряженно работать там, ну, и тогда проект будет реализован. Мы все хорошо спланируем, продумываем, сделаем, и проект будет хорошо реализован. То есть, вот такие какие-то общие рассуждения, ну, вот пример вам приведу, из какого проекта сейчас, ну, например, вот Сафонов, у меня так отмечен, каким образом будет реализован проект. Ну, допустим, такой блок идет. Выполнение намеченных задач будет складываться при совокупности необходимых факторов, чуткости выполнения намеченного плана, графика мероприятий, достаточности привлеченных ресурсов, своевременная информационная поддержка заинтересованных структур и наличие целевой аудитории, разделяющей ценности авторов, реализаторов проекта, разделение труда, ответственности, распределение нагрузки между организаторами позволит достичь намеченной цели. Ну, это такие общие слова, как бы, ну, будем все делать правильно, будем чистить зубы, будем делать зарядку, будем там еще что-то делать, и тогда все будет хорошо. То есть, смысл здесь такой, здесь интересует конкретно, что именно. И, ну, такой же вот вариант, например, там, как пример вам просто привожу, да, у Гобеддиновой я встретила. Ну, то есть, например, каким образом проект реализован? Вы пишите, намеченные цели будут достигнуты благодаря упорству священнослужителей и их помощников. Поставленные задачи будут выполняться согласно разработанному плану. Ну, то есть, это, вы никакой здесь информации не даете. Но это понятно, что согласно плану, потому что вы для этого план свой приводите, да. Вот, поэтому вот такие общие слова здесь писать не надо. То есть, здесь надо писать непосредственно, что именно и каким образом, да, проект будет реализован, каким образом будут задачи в проекте решаться. Дальше. Это мы с вами прошли блок из первых десяти типовой пошивки. Теперь второй блок. Ну, не так много осталось. Значит, смотрите, предложенный способ решения проблем целевой группы не представляется эффективным. Это вот то, что я вам рассказывала, уже когда предлагается сделать ремонт, вот, вместо того, чтобы, например, решить вопрос жилья, да. Дальше. Вот есть еще такая история. Это тоже системного характера ошибки. Например, не описаны существенные условия реализации проекта, либо они описаны противоречиво, и проект вызывает очень много вопросов. То есть, на самом деле, вот я как некий внешний человек, который с вами проект не обсуждал, я должна взять ваш проект, прочитать его, и мне вот, ну, все основные вещи по проекту должны быть понятны. Мне не должно быть после прочтения вашего проекта миллион вопросов. А как же вы сделаете это? Откуда же вы возьмете то? Ой, а для этого, наверное, нужно там какое-то специальное оборудование, а про него не ссылу в проекте, и так далее, да. То есть, очень много вопросов. Ну, как пример, да. Значит, сейчас я вам приведу. Вот, смотрите, я прочитала проект «Священие Григорий». Так, он был так написан, «Священие Григорий». Значит, смотрите, вот, это Краснодарский край. Я после чтения проекта так и не поняла, там речь идет про социальный приют, в проекте. Значит, в итоге, после прочтения проекта разных разделов, для меня так и осталось загадкой. Есть ли сейчас этот приют? Или предполагается его все-таки строить в рамках проекта? Или предполагается расширить его в рамках проекта? Я так ничего и не поняла. Объясню, почему. Потому что, например, в задачах проекта написано «Строительство жилья под приют». Это задача проекта. Строительство жилья. Но при этом когда идет описание того, каким образом будет реализован проект и каким будет результат проекта, то написано так, например, «Принять на проживание 10 человек». Добровольцы в рамках этого проекта занимаются помощью в уборке, стирают вещи, готовят еду и так далее. при этом ничего не понятно про сроки проекта, потому что, например, срок обозначен так. Начало 7 января 2014 года, хотя мы говорили о том, когда может начинаться проект, окончание 20 апреля 2015. И так как все так немножко запутано, вроде как и надо построить, с другой стороны, там уже будут жить люди в рамках вы уже примете кого-то, а потом вы что-то расширите. Ну, очень много вопросов. То есть прописано все недостаточно четко. Может быть, это связано с тем, что вы описали проект, который у вас длится уже год и более, но этого делать было нельзя. Мы говорили о том, что мы стартовать проект там может у нас не ранее 1 декабря, да? То есть раньше не имеет смысла. То есть у нас вот проект вот такой короткий. Вот. Поэтому и формулировать нужно было понятно, что там происходит. Вот. Из вашего проекта это непонятно. И что еще? Ну, про существенные условия смотрите. Еще у Сакхона вот, например, я нашла такую ошибку. Что это такое? В рамках проекта предполагается, например, проведение большой спартакиады такой, по биатлону среди православной молодежи. Что самое интересное, в проекте там все прописывается, как-то подробно идет рассказ про то, для чего вообще нужен проект, как он всех сплотит, там и так далее, какие-то количество людей. но ничего не прописано про то, что биатлон это все-таки особый вид спорта. Он предполагает, что это не просто у нас какая-то эстафета, мы взяли там в лесу какой-то участок нашли и все пробежали там километр или сколько-то, да, там палочку другую передали и вот все хорошо у нас в спартакиадах. это предполагает нет специальное место, мишени, винтовки и так далее, да, то есть лыжи, надо понимать, откуда все это возьмется. Вот про это в проекте ничего нет. Единственное, что я нашла, это что есть проезд к какому-то месту проведения мероприятия, но ни про это место, ни про то, там оно платно, бесплатно, на каких условиях и так далее, ничего про это нет. То есть а так как весь проект завязан в собственном проведении этого мероприятия, то если вы не описываете вот это существенное условие, каким образом вы реализуете это, то соответственно возникает вопрос вообще может ли быть реализован ваш проект. Вы не описываете очень важную составляющую. Это ошибка при описании проекта. Дальше. Ну если мы переходим с вами к рабочим планам проекта, какие здесь были ошибки. Рабочий план без сроков. Рабочий план всегда предполагает обязательное наличие сроков, дат, в которые будут происходить те или иные мероприятия. Без сроков рабочий план не имеет смысла. Это фактически просто перечень мероприятий или перечень задач, проекта, как угодно это назовите, но только нерабочий план. Ну у кого там встретила такие ошибки Соколова, Искандаров, Крошкин, вот у них у всех перечисленных фамилий нет сроков. Просто написаны какие-то мероприятия, ни одной даты проведения нет. Дальше. Есть и такие варианты, когда рабочий план собственно говоря отсутствует. То есть это тоже такая интересная история. В одном из проектов я встретила рабочий план. Вот идет такое объяснение про рабочий план. Реализация проекта зависит от задач, которые появились у руководителя проекта. В зависимости от ситуации руководитель сам решает, как распределить ресурсы, кто выполняет работу, кто контролирует. Специалист по финансам оговаривает сумму, записывает все в журнал, по окончании месяца передает отчет по финансам руководителю. Есть ли у нас план? У нас нет плана. То есть вы таким образом фиксируете, что плана у вас нет. Вот такие вещи вместо рабочих планов, вот такие описания, они не подходят. Дальше. Ну, про то, как результаты не соответствуют, если про результаты будем с вами говорить, результаты не соответствуют поставленным целям. Сейчас вот про рабочий план единственный там выглядел вопрос, извините, откликнусь. значит в рабочем плане конечно так как проект у вас маленький, да, всего там на три месяца идет, ну, у кого как, два, три, четыре, да, то, конечно, здесь даты важны, то есть в какие именно даты вы что будете проводить, какие мероприятия, да, вот, потому что ну, что значит месяц, у вас всего проект два месяца, вы написали, это я буду делать в феврале, это в марте, вот и все, ну, это не планирование проекта, потому что вы что-то будете делать, там, не знаю, с пятого по седьмое марта, а что-то с пятнадцатого по восемнадцатый и так далее, да, то есть это надо прописывать конкретно, потому что срок небольшой, в виде месяцев можно прописывать планирование, когда у вас какое-то оно долгосрочное, да, то есть вы спланировали там деятельность на полтора года вперед, и вы в некоторых случаях указали просто месяц реализации, вы еще точно не знаете даты, но в таких коротких сроках, конечно, обязательно нужны даты. Дальше, результаты не соответствуют поставленным целям, задачам, мероприятиям, рабочему клану проекта. Что это значит? Смотрите, мы с вами говорили, что результаты в любом случае отражают достижение целей, решение задач, выполнение мероприятий, да, и соответственно соответствуют рабочему плану какому-то, который вы прописали. Получается, что если идет диссонанс, то есть результаты не соответствуют, то вы сами себя не проверили, то есть вы от чего работали ради этих результатов, а получается, что вы делали одно, а результат получили другой. Вот этого не должно происходить. этой серии, ну вот я у Анисма такие ошибки встречала, у Дубединовой, когда не соответствуют, да, одно не соответствует другому. Поэтому, пожалуйста, проверьте себя. Ничего нового в результатах появляться не должно, потому что не было в описании целей, задач, мероприятий. Там не должно вдруг что-то появиться, какой-то результат. Вы должны были прописать, как вы работаете на него и потом к нему прийти. И то же самое наоборот. Нельзя описать, что у меня какие-то цели, какие-то задачи, но потом почему-то они куда-то все раз пропадают и в результатах уже не появляются, ну какие-то отдельные из них. Поэтому вот это внимательно. Дальше. По поводу бюджета. Вообще интересная история. Бюджет мало кто прописал хорошо, я сразу могу сказать, и основные ошибки были какие? Ну, были мелкие ошибки, когда, например, просто в бюджете были затраты на мероприятия, которых не было раньше. То есть, например, в плане мероприятия этого нет, а в бюджете появляется описание чего-то, на что вы потратите деньги. вот, ну так оно как-то вскоре сразу возникает, хотя ничего проекта раньше не было в проекте. Это ошибка, обратите на это внимание. Когда вы прописываете бюджет, он четко должен соответствовать мероприятиям в рамках проекта. То есть, все это должно быть объяснимо, все ваши траты, да. Не знаю, Анис, Молос, Афонова такие ошибки встречала, проверьте себя. Дальше. отсутствует описание бюджета. Тут такая история, мы с вами об этом говорили, что даже несмотря на то, что конкретных денег, может быть, вам не потребуется каких-то, для выполнения проекта, у вас там все делают добровольцы, а спонсоры все привезут, там, ну и так далее, да, то есть, не нужно будет никаких конкретных вот денег. Тем не менее, бюджет нужно было описать. И, соответственно, там, где идет оплата труда, нужно описать количество человек с, там, именованиями, кто они в рамках проекта. Ну, хорошо, у них сейчас ноль зарплат, они у вас бесплатно работают, но, тем не менее, прописывать их надо, потому что, что это значит, бюджет проекта? Вы фактически прописываете, что необходимо для реализации этого проекта, какие нужны люди, с какой квалификацией, с какой средней оплатой труда по рынку, да, то есть, вы понимаете, что мне бы это стоило, вот там, 15 тысяч рублей в месяц, этот человек, да, но у меня он бесплатный. Хорошо. Дальше, если мы говорим о каких-то трактах, то, ну, допустим, это все там или за счет прихода, или за счет какой-то организации спонсорской, но, тем не менее, вы пропишите, а сколько это денег, то есть, если это вам кто-то обеспечивает вас канцелярскими принадлежностями, но вы должны понимать, что мне для реализации этого проекта на канцелярские принадлежности нужно 500 рублей в месяц. Ну, потому что, вот я что-то буду печатать, там, какие-то листовки или там еще что-то буду делать, мне нужно 500 рублей. Да, но мне это дадут спонсоры, но я понимаю, сколько нужно для реализации этого проекта, я понимаю, что это 500 рублей. Или мне нужно будет ДСМ, то есть, там, кто-то будет заправляться, сколько для реализации этого проекта. Фактически, это, ну, подсчет того, что, может быть, У вас и так есть, или вам безвозмездно пожертвуют и так далее. Но тем не менее это важно. И вы в описании бюджета, собственно, это и должны были сделать. Поэтому здесь мы встречаем с вами несколько случаев. Случай первый. Просто описания бюджета нет. Есть фраза про то, что финансирование не требуется. Точка. И описания бюджета нет. При этом описание бюджета мы делаем под проект. То есть сколько длится проект. Вот он до 20 апреля. У вас заложены там мероприятия. Соответственно, все траты, которые нужны на эти мероприятия, в эти сроки. Не более того. Это проект. Все в рамках сроков делается. И вы либо это вообще не делали, объясняли это тем, что финансирование не требуется, или писали везде затраты ноль, затраты ноль, затраты ноль. И все. Был другой вариант, который я встретила, когда, например, человек описывал все, что будет происходить в бюджете, что вот, потребуется то-то и то-то, а еще то-то и то-то. Там все подробно описано, но при этом цифры нет. Вы оцените стоимость этого. То есть надо прикинуть, а сколько на самом деле это стоит. Ну и что, что вам это жертвует? Вы посчитайте, что это такое, чтобы вы в принципе понимали бюджет своего проекта. Дальше. Это про бюджет. Ну, вот когда есть описание, но нет цифр, это вот гальдаемка. Вот такая ошибка. Вот. И еще одна была тоже такая системного характера ошибка. Значит, когда, это я встретила в одном из проектов, когда рассказывается о том, что планируется достичь неких договоренностей в рамках проекта. При этом ситуация такая, что если договоренности достигнуты не будут, то и проекта не будет. Это тоже некие такие существенные условия проекта, по которым пока нет договоренности. А вы описываете все это как проект. Ну, я бы так сказала, что это такая история, вот если вы кому-то пишете, опять же, просите деньги на проект, то пока у вас нет каких-то договоренностей, в силу которых люди понимают, что проект вообще будет, то вам так особо никто денег на это не даст. И, соответственно, вот это описание проекта, когда я планирую про это договориться, ну, это вообще такая предварительная фаза. Описать проект можно будет уже тогда, когда вы про что-то договорились. Это пример, знаете, про что? Это проект Соколовы. Там такая у них история. Они собираются делать моление комнаты в больнице. И, по-моему, в хосписе даже. Да-да-да, это хоспис. Вот Соколовы, Михаиловна. Так вот, речь идет о том, что предполагается обсудить сначала в городской больнице необходимость создания молильной комнаты. Вот. Ну, а потом уже пошло все остальное. Выделение помещений, организация ремонта и так далее. Но, так как вы еще не договорились, и, может быть, вам, например, городская больница откажет в выделении помещений, то и проекта у вас тогда нет. Да? Поэтому вот, ну, просто имейте в виду на будущее, да, если вы куда-то описываете свой проект, договоренности ключевые такие вот по проекту должны быть достигнуты. Иначе, собственно, проект пока отсутствует. У вас есть некая идея. Это называется идея. Это еще не называется проект. Да? Вот. Поэтому вот здесь как бы повнимательнее. Хорошо? Значит так. Я про основные ошибки закончила. Давайте я отвечу на вопросы. На вопросы, которые есть. Так. Да. Спасибо большое. Значит, итак, вопросы. Так. Про проект еще не совершен, результат еще не достигнут, или я неправильно понимаю? Ну, вы правильно понимаете, результат уже не достигнут, но мы его заранее планируем. Мы представляем себе, какой результат будет получен. И поэтому в результатах мы пишем именно те количественные и качественные результаты, которые мы планируем достигнуть. Что у нас 60 человек, например, пройдет какое-то обучение. Или там 3 инвалида получат какую-то помощь. Или там еще что-то произойдет. То есть мы с вами говорим о том, что вы все правильно понимаете, результат еще не достигнут, но результат уже спланирован. Причем и количественный, и качественный. Да? Значит, так, на часть вопросов я уже отвечала. Так, 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 так. Не могу сказать сейчас замечания по тем проектам, которые я не смотрела. Если в проекте предполагается участие в добровольцах, то их оплату труда тоже планировать. Но вы должны посчитать фактически, сколько бы стоило привлечение, если бы такого рода специалистов если бы это были не добровольцы. Вот и все. Вы должны понимать, сколько это стоит на рынке. Но при этом вы, да, напишите ноль. То есть условно вам для выполнения этого проекта нужно 3 добровольца. Я не знаю, один водитель, один какой-нибудь там плотник, например, и один, ну, условно просто курьер, человек, который будет что-то там носить, покупать продукты и приносить их, да. Ну, вот примерно вы понимаете стоимость, сколько стоит у вас в регионе плотник, его зарплата, сколько курьер, сколько водитель. Ну, средняя зарплата. Но, соответственно, конечно, вы пишете, что вам эти деньги не требуются, это будут работать добровольцы, но сумма оплаты их труда вот в среднем такая. То есть это, на самом деле, затраты по проекту. Но это ваш фактически собственный вклад, потому что вы нашли добровольцы. Вам деньги не нужны. Но вы понимаете, сколько это стоит реально. Дальше. Значит, если вот так, Надежда Ионова вот мне ответила по поводу ремонта, чем получить данные семьи новое, что делать? Может быть, это действительно так, но вы просто не написали про это в проекте. Я же вам о чем говорю, что вам, конечно, на месте виднее. И вы понимаете, может быть, вы эту проблематику уже обсуждали и знаете эту ситуацию, понимаете, что, например, в ближайшие три года она точно ничего не получит, потому что этот вопрос уже поднимался, с кем-то обсуждался и так далее. И поэтому у нее есть шанс, например, через три года. Но эти три года надо жить в каких-то нормальных условиях. Поэтому у вас сейчас проект по ремонту, а при этом, может быть, вы еще окажете ей какие-то юридические консультации и тоже напишите какое-то ходатайство, а вообще предоставление иного какого-то жилья. Это все нормально. Только вы должны это описать. У меня возник этот вопрос при чтении вашего проекта, а этого не должно быть. Это должно быть понятно в описании. То есть проблема этой женщины должна быть описана полноценно. А в данном случае этого не было. сделана. Вот и все. Значит, дальше. Так. Суммы спонсорской помощи. Ну, я же говорила, да, что цифры по бюджету нужно указывать. Безусловно. Указывайте цифры. То есть вы понимаете, сколько стоит ваш проект. Ну, и что, что при этом вы там в руках даже этих денег не подержите, да. Но вы понимаете стойность проекта. Вы понимаете, сколько нужно средств для его реализации. Дальше. Так. Про переделанные проекты, дальнейшие домашние задания, сроки сейчас расскажу. Это будет на следующем слайде. Это будет на следующем слайде. Сейчас я, наверное, к этому вернусь. Иначе у нас будет много вопросов на эту тему. Так. Электронный... Так, спасибо, допишу. Куратор. Да. Значит, все ваши проекты еще будут проверяться кураторами по соответствующим направлениям. Да, потому что я у вас проверяю не то, как эффективнее работать, например, с вашей целевой группой, да, там, с наркозависимыми, или с инвалидами, или еще с кем-то. Я у вас проверяю общую структуру изложения. Насколько вы четко и грамотно изложили свой проект. А уже специфику работы с целевыми группами с вами, значит, будут разбирать кураторы направлений. Дальше. Значит, в фамилии первых пятнадцати и вообще какие-то хорошие проекты, примеры, да. Ну, давайте так, про первые пятнадцать. Анисима Фуонова, Удодова, Лапаева, Сафонов, Габеддинова, Священник Григорий, Корнатовская, Кушкина, Соколова, Загиров, Искандаров, Гайдаренко, Крошкин, Павловская, Горюшкина. Это те люди, которые, проекты которых были рассмотрены подробно и на основе которых мы сейчас с вами обсудили ошибки. Значит, это люди, которые самые первые прислали свои проекты. Ну, собственно, как мы с вами обещали, так мы и сделаем. Но при этом, с точки зрения, давайте уж, кого бы я хотела отметить, как хорошо, из этих людей, я бы сказала, что у Павловской мне проект понравился. Значит, там тоже есть что дорабатывать, то есть я бы там, может быть, по-другому скомпоновала проблематику, вернее, проблематику, описание целей и задач, немножко по-другому бы я сделала. Но проект прописан подробно, все понятно, очень хороший, ну, такой рабочий план с датами, с количеством всех тех мероприятий, которые есть, результаты проекта прописаны. Конечно, там есть, ко всем этим проектам есть замечания, почему, потому что не всегда четко структурированы некоторые вещи, четкость, немножко выявите при описании, но это тоже нормально. Но вот эта твердая четверка, например, Павловская, да, еще из хорошего, да, из хорошего, на самом деле, гайдаинка, проект хороший, но вот это как раз тот случай, когда все описано подробно про проект, про бюджет, например, но цифры не стоят, да, то есть цифры нужно. И еще вот такую фразу ни в коем случае нельзя писать, как я вам хотела сказать, в краткой аннотации проекта пишите, проект планируется как постоянная внеклассная деятельность и не ограничен какими-либо сроками. Это ваша деятельность так планируется, а данный проект вы так планировать не можете, он ограничен сроками. Ну, то есть такие вот вещи есть, некоторые противоречия. Но, тем не менее, нормальное описание, опять же, к структурированию там есть замечания, но, тем не менее, дальше. Значит, Крошкин, ну, я считаю, что это переработка проекта, практически полная нужна, то есть тут и краткой аннотации нет, и никаких количественных характеристик целевой группы нет, дат нет в рабочем плане, ну, и очень такое куцое описание, очень краткое описание проекта, нехорошо, надо подробнее расписывать. Искандаров, на самом деле, я бы сказала, проект, знаете, хороший, вот, и есть, что переделывать, конечно, я вот вам цель посоветую написать, знаете, как, все-таки сформулируется цель, как ресоциализация людей, освобождающихся из минозаключений, это такое общее понятие ресоциализации, а в рамках ресоциализации может и задачи в виде трудоустройства, помощи нахождения жилья и так далее, а то вы немножко здесь вот запутались, в вашем случае повышение качества жизни освобождающихся, это не цель, это не повышение качества жизни, главная цель это их ресоциализировать, то есть вернуть их в нормальное общество, да, и даты вы не указали в рабочем плане, обратите на это внимание, ну, тут есть тоже, что дорабатывать, но в целом, вот, подробно прописано, например, вот, про бюджет, очень подробное описание, все описано, где вы что возьмете, ну, в некоторых случаях тут цифр не хватает конкретно, сколько это на самом деле стоит, да, но очень очень такая, ну, как бы подробное описание, где что будет взято, в этом смысле про проект хорошо. Дальше. Так. Эти полоски, мы сказали, что проект хороший, она все равно хочет что-то переделать в проекте. Хорошо, я вам напишу, что вам переделать, там с вами нюансы есть. Значит, по поводу Загирова, это полная переделка проекта, потому что нужно сделать так, нужно взять ту структуру, которая была. Да? Я вас попрошу это сделать. Надо заполнять, пожалуйста, по форме, которая была предложена. Проект о Соколове, я уже сказала, да, по поводу вот очень важного такого момента, что нет пока договоренностей, и непонятно, будет ли ваш проект, да, поэтому подумайте об этом, может быть, сейчас они уже есть, можно это поправить, а может быть, можно как-то по-другому сформулировать проект, да. Нет у вас никаких сроков в рабочем плане реализации проекта, бюджет сделан на уровне 0 рублей, 0 рублей, 0 рублей, при этом у вас проведение ремонта, иконы, мебель, ну, то есть абсолютно явные затраты, другое дело, что может быть, ну, понятно, что вы собираетесь еще спонсор это делать, но тем не менее, вы должны понимать стоимость вашего проекта. А вот, значит, дальше, ну, вот про проект Кушкина я уже говорила, это полностью переделка проекта, потому что это просто описание деятельности прихода, невыбранное направление, не прописаны какие-то конкретные результаты, а Корнатовская, в принципе, вы знаете, очень неплохой проект, хорошо, там можно немножко его доработать, я уже говорила вам по поводу того, что немножко, с моей точки зрения цитата мы зубы прибили, да, ущерб описания целевой группы, но тем не менее, в целом, проект у вас хороший, то есть вы вот на самом деле тоже на четверочку написали, да, а вот священник Григорий, да, Краснодарский край, и Мерзлякова, помощник, руководитель, да, значит, вот, проект нужно вообще переписать, потому что, я вам уже говорила, ничего не понятно, то есть я не поняла, есть ли в настоящее время приют, или предполагается его построить в рамках проекта, что вообще предполагается сделать, это непонятно, перечитайте проект, и вы увидите, что, значит, ну, это не ясно, да, дальше, дальше, габиддиного проект нужно полностью переделать, вот, потому что про цели глобальные я вам уже говорила, общие слова, каким образом, то есть, очень много общего и непонятного, нет никакой конкретики, цифр и так далее, вот, и все одно с другим не соответствует, там, цели с задачами, задачи с рабочим планом, рабочий план с результатом, у меня вообще никакой связи, вот, дальше, с афонов надо проект дорабатывать, у вас есть и общие слова, и, значит, причем, ну, вот общие слова, это такая, у вас обстраненная вещь, она во многих разделах есть, при этом, в вашем случае, про спартакиаду, я считаю, что проблематика у вас не сформулировала, то есть, вы все-таки не сделали акцент на том, что вы хотите решить, какую проблему, потому что развитие, например, здорового образа жизни в молодежной среде, ну, тогда опишите, какой сейчас у них нездоровый образ жизни, вы про это не говорите, да, и мне кажется, что у вас основная задача, это была не про здоровый образ жизни, а скорее про координацию деятельности или объединение сил епархии, которые работают вот именно с молодежью, да, координация деятельности активистов на приходах, которые ведут работу с молодежью, вот про это проект, все-таки, а не про здоровый образ жизни, как мне кажется, это может быть пропаганда здорового образа жизни, вы таким образом хотите привлечь внимание общественности, но с точки зрения вашей сырьевой группы, конкретно православных молодых людей, там, священников на приходах, всех, кто занимается работой с молодежью, ну, ну, хорошо, тогда опишите, какие у них проблемы со здоровым образом жизни, иначе непонятна цель проекта, да, почему, почему надо развить у них, там, здоровый образ жизни, вот, причем это среди, вот, именно православной молодежи, то есть они что, курят, пьют, что происходит, почему, вот, вот эта проблематика, она у вас не описана, да, поэтому мне кажется, что вы все-таки не, не на самом не эту цель достигаете, да, не эта у вас задача. Дальше, ну, Лапаева, проект надо поправить, вот я уже говорила, да, что вы просто внимательно отнеситесь к требованиям в названиях разделов, вот если вы внимательно на них посмотрите, на название разделов, вы все сможете сами поправить, вот, увидите, что это краткая аннотация, значит, здесь должно быть кратко, без лишних подробностей, это вот к вам были замечания, или спрашивают вас, каковы цели и задачи, не надо писать там, какие будут достигнуты результаты, и так далее, потому что на самом деле у вас проект хороший, у вас, например, тот же самый рабочий план, очень хорошо расписан, подробно, замечательные результаты, хорошо расписаны, вообще, ну, крайне хороший не понравился, только вот корректно отвечайте на вопросы, поэтому я бы вам вот почти четыре бы поставила, очень, ну так, очень неплохо, знаете, очень старательно, вот, я очень люблю такие проекты, когда люди, знаете, ну, вот так старательно, детально, подробно все описывают, ну, как бы с любовью относятся к своему проекту, то есть, это не, не отписка, да, вот, ну, у Додова я уже говорила, это полностью переделка проекта, потому что здесь вообще не, ну, как бы, я ни одного практически раздела не смогла найти корректно описанного, вот, практически ни одного, то есть, вам полностью переписать проект, значит, Ионова, мы уже вас обсудили, да, доработайте, я думаю, что мы с вами там разобрались в этом, с пониманием по поводу, что более эффективно, да, вы это объясните, и у Анисову, да, доработка, про конкретизацию по проблематике целевой группы и по структурированию задач, вот, вы их отструктурируете правильно, не путано у вас с мероприятиями, и вот как раз это про вас, когда появляется что-то в результатах, чего не было мероприятия, у вас в результатах получилось то, что ваши подопечные получат информацию о православных реабилитационных центрах, контактные телефоны, адреса, ничего про это не было сказано перед этим, что вы будете информировать о реабилитационных центрах, к которым нужно обратиться, вот, значит, а, и вот я в бюджете у вас нашла посещение реабилитационного центра, ничего вы про это не пишете, что вы в рамках проекта, что вы посещаете реабилитационные центры, про этого нет разговора, то есть, видимо, идет какой-то патронаж после того, как вы человек туда отправили, возможно, или вообще вы с этими людьми работаете, которые там, да, но ни слова про это в проекте, да, вот, я про некоторые ваши детали проектов узнаю из различных разделов, там какая-то фраза промекнула, там, и я должна как бы додумываться, да, вот это неправильно, если человек, который читает ваш проект, вынужден додумывать за вас, да, вместо описания, значит, это чего-то вы не дописали, в каком-то разделе, да, ну, вот я думаю, что вы допишите, у вас, ну, в принципе, проект неплохой, вы просто должны доработать, немножко, да, так, ну, еще, вы знаете, у Погорюшкина, это такая отдельная история, потому что у вас, на самом деле, тоже вся деятельность прописана, у вас, прям, вот, вы всем помогаете, вы не выбрали какое-то одно направление, но у вас своя история такая, вы все-таки, я так понимаю, это город Ташкент, и это тяжелая история, потому что вы, как бы, такую большую цель ставите в проекте, да, вы ставите цель по, ну, по некому, может быть, распространению влияния именно русско-православной церкви, да, то есть вам это важно, через различные формы социальной работы, да, и таким образом вы описываете эти формы социальной работы, какие они у вас будут, но, смотрите, в чем здесь дело, все-таки мы с вами говорим о том, что проект такой вот, ну, маленький, кратенький такой, на три месяца, вот, поэтому я бы вот в таких проектах, в таких глобальные цели не ставила, хотя, безусловно, я думаю, что в основном ваша деятельность направлена на это, просто вам тяжело это описывать, поэтому я бы в вашем случае все-таки выбрала бы какое-то там одно или два направления, и их бы конкретно описала, а не описывала бы все подряд, у вас очень много целевых групп, у вас и психиатрические больницы, и пожилые инвалиды, и дом малютки, и дети больные онкологическими заболеваниями, ну, у вас там все, да, возьмите одну-две целевые группы, опишите ее, вам просто проще так будет это сделать, ладно, для первого захода, такие вот глобальные вещи описывать, тем более в краткосрочном периоде, тяжеловато это делать, так, ну, так, 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 фамилия Казакова не звучала, работу переделывать, да, в том же формате, так, 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 смотрите, давайте мы с вами посмотрим сейчас на последний слайд презентации, да, с домашним заданием, чтобы вы по этому поводу сейчас вопросы не задавали уже, значит, так, что вам нужно сделать, исправить ошибки в описании проекта и прислать итоговую версию до 10 февраля, значит, что это означает? Вы просто исправляете проект, вносите коррективы, проверяете, исходя из того, что мы с вами сегодня обсуждали, какие ошибки встречаются по отдельным разделам, по взаимосвязи между разделами, вы все проверяете, вносите все необходимые коррективы и присылаете проект до 10 февраля, значит, дальше, соответственно, ну, электронная почта та же, как обычно, курс 2015, на который вы высылаете результаты своих проектов, мы с вами проведем еще одну встречу в середине февраля, соответственно, вы можете вопросы свои высылать, то есть, если все-таки про описание каких-то разделов или еще что-либо осталось что-то непонятное, пожалуйста, высылайте свои вопросы и я на них отвечу. Могу там с примерами отвечать, пожалуйста, да, но мы с вами будем говорить уже о следующих заданиях, об отчетах о реализуемой по проектам деятельности, да, и здесь смотрите, что важно, вот у вас возникают вопросы, а как же я там могу начинать, не могу начинать, вот у меня скорректировано, не скорректировано, вы запускаете проект, вот я сейчас отвечаю про туире Валентину Жохову, да, вы 7 февраля намерены запустить проект, и правильно, и вы его запускаете 7 февраля, то есть, дело в том, что, например, когда мы с вами говорим про описание проекта, у вас ведь, ну, условно, деятельность при этом может идти по проекту, просто вы описание, ну, допустим, сделали еще не очень корректно, да, или что-то нужно поправить, или что-то вы не отразили, что-то вы не посчитали, но при этом деятельность вы уже ведете, потому что некоторые ведут деятельность уже там, условно, деятельность по проекту с 1 декабря, у кого-то начало проекта, там, 2 января, и так далее, но мы это специально делали для чего? Для того, чтобы можно было захватить рождественские праздники, потому что многие какие-то мероприятия связаны в рамках проекта с Рождеством, с Крещением, вот, поэтому мы говорили с вами о том, что можно захватывать этот период, вот, и, значит, поэтому вы проект реализуете, и вас-то не должно останавливать, да, почему? Потому что вы уже потом должны будете присылать отчеты о реализации проекта, ежемесячные, да, и, собственно говоря, в течение февраля вы уже получите обратную связь по вашим проектам от руководителя направления вашего, то есть, условно, там, если у вас проект наркозависимый, значит, от руководителя направления работы с наркозависимым получите обратную связь по проекту. Дальше, значит, завершающие вебинары пройдут в феврале-марте по различным направлениям, ну, продолжайте принимать их участие, и затем, во второй половине апреля 2015 года, то есть, у нас крайний срок проекта это 20 апреля, да, был определен, соответственно, во второй половине апреля это будет финальный отчет о проведенной по проекту работе, и плюс план работы вы напишете до конца 2015 года, и, соответственно, уже в конце апреля и начало, начало мая по награждению участников успешно завершивших обучение и приглашения на бесплатную стажировку в Москву. Поэтому, смотрите, что нам сейчас с вами нужно сделать. Во-первых, вы прослушали замечания, посмотрите на свой проект, перечитайте его еще раз, учтите все те замечания, которые были, доработайте свои проекты. Значит, если остаются при этом какие-то вопросы, присылайте, эти вопросы на курс 2015. Почему туда, а не на мою почту? Потому что вопросы у вас, во-первых, разного характера. Некоторые вопросы чисто организационные, которые вы задаете. Куда? Как присылать? Какая форма? Когда можно? Получили, не получили? И так далее. Это все вопросы, на которые не я отвечаю. Значит, соответственно, подобного рода переписку вы ведете с модельным отделом, и, собственно говоря, вам оттуда отвечают организаторы курсов на организационные вопросы. Если вопрос по существу, то, соответственно, они пересылают его мне по содержанию проекта. Я по возможности на эти вопросы индивидуально отвечаю. А в некоторых случаях я эти вопросы накапливаю, и если мы видим, что их много, мы организуем вебинар, на котором я на эти вопросы отвечаю. Потому что, ну, они, как правило, тоже, как вы понимаете, типовые. И получается, что я должна там условно 150 раз ответить на один и тот же вопрос. Мы, собственно, для этого сами вебинары делаем, для того, чтобы я могла эти вопросы проговорить для вас, для всех. Вот, если нужно, то с примерами. Вот. Ну, вот интересные вопросы такие, знаете, например, простите, а если я увидела, что у меня все соответствует нормам, что делать? Вот. Я посмею предположить, что если вы увидели, что у вас все соответствует нормам, то вы что-то не увидели. Вот. Дайте проект почитать, ну, какому-то внешнему человеку, который не знаком с вашей деятельностью. Посмотрите, все ли он поймет, возникнет у него вопросы по проекту или ему все будет ясно. И еще раз проверьте себя, пожалуйста, по всем описаниям разделов, да, потому что, ну, если вы прям считаете, что все идеально, можно, конечно, ничего не переписывать. если вы все-таки обнаружите у себя ошибки, а ваша задача это сделать, потому что я вас уверяю, что, ну, как вы видите, вот это были случайным образом взятые 15 проектов, никто из этих людей на пятерку проект не написал, ни один человек. Вот. И, ну, это практически невозможно с первого раза, я вам точно говорю. вот. Так, да, дальше, ой, дальше у нас спасибо за внимание. Я сейчас, конечно, посмотрю, есть ли у нас еще какие-то из вопросов, но на самом деле, по-моему, я на все-таки основные вопросы ответила. все какие-то вопросы, если вдруг вот на них не отвечено, вас что-то интересует, вас это стопорит, вот, останавливает в том, чтобы продолжить переделку проекта и так далее, то вы, пожалуйста, пишите вопросы эти задавайте, ну, в том числе, можете мне, но вот через инодальный отдел, да, я постараюсь на них отвечать. Я просто сразу говорю, что это будут краткие ответы, потому что это просто очень много, когда вы пишете, но кратку буду отвечать. Значит, дорогие друзья, я вас благодарю за проделанную работу по проекту, тем не менее, я хочу сказать, что подавляющее большинство из вас по проверенному, по крайней мере, работам, ну, а это, как правило, показывает некий такой вот общий средний уровень, да, подавляющее большинство с описанием проекта справилось. То есть, мы с вами говорим об отдельных замечаниях по отдельным разделам. Все-таки описание проекта есть. Вы видели, что все-таки несколько работ я назвала, которые, ну, совершенно нужно переделать проект. Вот, но большинство из вас все-таки проекта писали, а это вот, я вам еще раз хочу сказать, что, ну, такое было достаточно тяжелое задание. Оно, ну, пожалуй, самое тяжелое из тех, которые вы выполняли. Потому что писать уже отчеты про деланные работы, ну, это все-таки, знаете, описать то, что вы фактически сделали, это намного проще, чем спланировать, четко структурировать, продумать и так далее. Сейчас было самое тяжелое задание, дальше уже будет легче. Поэтому я вас благодарю за внимание. Вот, прощаюсь с вами до следующего вебинара, смотрите анонсы, мы с вами встретимся еще раз.